В июне одна, в июле на 5 тысяч больше, в августе еще на тысячу больше. Плата за общедомовую и электроэнергию для жителей многоэтажки на Курской 80 повышается с геометрической прогрессией. Если в 2017 году мы ОДН по месяцу платили где-то в пределах 19 рублей, то сейчас мы платим 190. Это на сколько же? Тариф увеличился всего на 6,7%. То есть вы проверяете, вы следите за тем, как повышается тариф? Естественно, естественно. Управляющие компании на жалобы жителей только разводят руками. Все эти формулы и все эти нормативы, они придуманы неуправляющими компаниями. Сама формула, она разработана на уровне правительства Российской Федерации. В площадь для расчета была включена площадь чердаков и подвалов. Но это опять-таки не наше желание, это установлено постановлением нашим региональным. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Но управляющие компании еще два года назад должны были договориться с энергоресурсниками. А не сейчас экстренно погашать задолженность за счет жителей, подчеркивает в региональном МинЖКХ. В то время управляющие компании игнорировали требования законодательства и не заключили договорные отношения с энергосбытовой компанией. Соответственно, плата людям за содержание освещения, подъездов, мест общего пользования, там, придомовой территории не выставлялась. А энергосбытовая компания начислений производилась. В регионе 140 управляющих компаний предписание жилнадзора о неправомерности начислений за ОДН едва ли не у каждой третьей. Другого пути нету, как сделать грамотный расчет и доказать в энергосбытовую, что эти показатели неправильны. Но одно дело собственно и обеспеченность, другое – подход к жителям. Например, здесь, в доме по переулку Грановский, придумали, как подсластить горькую пилилю повышенных счетов за ОДН. И создали накопительный фонд. Если площадь дома 10 тысяч квадратных метров, то рубль накопительный, понимаете, 10 тысяч рублей в месяц, да? За год 120 тысяч. Отчеты идут прозрачные. Каждый квартал мы на электронный адрес председателя отправляем накопительный фонд, где они сами уже могут распоряжаться. Мы и деньги нашли, и выкрасили домик свой в порядок привели, и домофон людям бесплатно сделали. Понимаете, все входит в 11 рублей. Есть и другие примеры, когда плата идет, а качество той же электроэнергии ОДН оставляет желать лучшего. Вот видите, как мы видим, мы даже боимся подходить. Видите, в каком виде, вот освещение какое у нас. Все на честном слове. Дети могут включить, током убьют. Управляющая компания пришла в этот дом три года назад, и в течение этого времени жители ждут от нее только хороших новостей, но пока вынуждены довольствоваться только плохими в виде повышенных цен в платежках, покореженных электрических щитков или неубранного мусора. Управляющие компании массово подают иски в арбитражные суды о признании незаконными предписаний службы жилищного надзора. Решение уже есть. Надзорный орган все сделал правильно. Поэтому перерасчеты многим так или иначе придется делать в пользу жителей. Иначе административных мер воздействия целому ряду УК избежать не удастся. Артем Лепехин, Тимофей Кухарчук, Руслан Срывченко, Центр новостей.